Всем привет! Друзья, меня зовут Евгений, и с недавнего времени я пополнил ряды безработных. Но не потому, что меня уволили, а потому, что я наконец пришел к выводу о том, что для достижения собственной цели требуется личное время. А работая на босса, время не может быть личным по определению. Так вот, являясь основателем небольшого пока еще интернет-ресурса, туристический кластер Северного Кавказа, теперь свое личное время я полностью могу посвятить этому проекту. И уверен, что в ближайшем будущем этот проект не только завоюет доверие и уважение, но и получит поддержку. И сегодня наше небольшое знакомство хотелось бы начать с обзора Кисловодского национального парка, удивительного рукотворного парка, известного не только на Северном Кавказе, но и во всей России. Территория парка располагается на площади почти 966 гектаров. Здесь мог бы разместиться 21 Ватикан. В 1823 году по приказу генерала Алексея Ермолова были начаты работы по устройству парка. Учитывая, что парк находится на склонах русла реки Ольховки, и раньше эти склоны были очень каменисты, для качественной посадки деревьев на склоны завозился чернозем. Сейчас в парке произрастает более 250 видов деревьев и кустарников. Князь Воронцов, который стал наместником Кавказа в 1845 году, активно продолжил благоустройство парка. Саженцы деревьев и кустарников, лучшие сорта огородных и цветочных семян, привозились не только из крымских владений Воронцова, но и из Тифлиса и Риги, Западной Украины и садов Северного Кавказа. В одной только долине Рос высаживается более 80 сортов этих удивительных по красоте цветов. Сейчас осень, и долина Рос утратила свою летнюю красоту, приглашающую туристов и местных жителей на теплую, фантастически ароматную и красивую прогулку. Хочется отметить, что строительство парка продолжалось более 80 лет от появления старого Нижнего парка и до появления Горного парка, самого большого по площади. Средний парк, как рукотворный, появился только в 1903 году, когда начался второй этап благоустройства. Саженцы, привезенные из польского питомника графа Замойского, высаживались под руководством садовода-пейзажиста Альберта Регеля на территории отчужденных казачьих земель. Так, на голых преждисклонах появился Средний парк, усаженный пихтами, сосной кавказской, ясенем, елью восточной и европейской. До 2016 года парк назывался Курортным и находился в ведении одного из санаторий. Сейчас парк содержится на деньги федерального бюджета, что позволяет привлекать инвесторов и создавать благоприятные условия как для развития парка, так и для обеспечения его дальнейшего существования. Именно здесь, в 1901 году, впервые в России был проложен маршрут для лечебной ходьбы – теренкур. Дорожка, присыпанная красным кварцевым песком, имеющая определенный угол подъема и длину. Особенностью этого песка является оптимальная для ходьбы плотность, не позволяющая мышцам ног быстро уставать. Лечение же осуществляется по принципу движения жизни. Ходьба активизирует мышечные процессы в организме, а огромные массивы вечно зеленых деревьев, благодаря своим антисептическим свойствам, делают воздух чистым и богатым свежей энергией. Со временем на территории парка было разработано и проложено 6 основных маршрутов теренкура длиной от 1700 до 6000 метров и общей протяженностью более 30 километров. Все они берут начало у Нарзанной галереи, и основное их назначение – лечение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательной системы. Как я уже говорил раньше, Кисловодский национальный парк состоит из трех основных участков, созданных в разное время разными людьми. И если нижний старый парк доступен для посещения абсолютно всем, и своими декоративными элементами и цветочными клумбами напоминает парк отдыха, то по самым сложным маршрутам рекомендуется ходить только хорошо подготовленным людям. Сегодня мы пройдем около 13 километров, и этот маршрут будет не самым легким. Единственное, что может скрасить такой подъем – это канатная дорога, позволяющая без особых усилий значительно приблизиться к конечной точке маршрута. На канатке можно подняться на вершину Красное Солнышко, а оттуда рукой подать и до горы Малое Седло. С этой вершины, высота которой 1350 метров над уровнем моря, открывается прекрасная панорама на Большой Кавказский хребет, и при хороших атмосферных условиях, а это обычно первая половина дня, можно увидеть и Эльбрус во всем своем великолепии, и плато Бермамид, посещение которого – один из популярнейших джип-маршрутов на сегодняшний день. Вообще хочется отметить, что Северный Кавказ очень богат на достопримечательностей, скажем так, ландшафтного типа – горы, ущелья, реки и водопады, здоровая пища и богатый чистый воздух – вот рецепт настоящего кавказского долголетия. И Кисловодский национальный парк является отличной тренировочной площадкой не только для спортсменов, но и для тех, кто решил в своей жизни покорить вершину. Может она будет не одна, а может это будет метафорическое отражение благородного поступка, о котором не стыдно будет рассказать детям. Ну вот мы и поднялись на малое седло. Длина маршрута в одну сторону составила около 7 километров, и подъем занял 3 часа 50 минут. Если бы мы воспользовались канатной дорогой, то сократили бы время подъема как минимум на час. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, смотрите тревел-обзоры, лайкайте и оставляйте пожелания по съемочным местам и маршрутам. Субтитры сделал DimaTorzok